Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Предлагаем вашему вниманию обзор литературы для подростков «Мы вместе». На страницах этих книг мальчишки и девчонки познакомятся со своими сверстниками, которые так же, как все, мечтают найти друзей и впервые влюбиться, хотят путешествовать по миру и открывать для себя что-то новое. Им не чужды обычные подростковые увлечения – музыка, общение с друзьями, походы в кино, вечерние прогулки и многое другое. Они открыты этому миру, им есть что сказать и чем поделиться с окружающими. Другое дело, как их воспринимают находящиеся рядом сверстники и взрослые. Очень многие люди склонны оценивать человека по внешним, поверхностным признакам. Если ты выглядишь иначе, чем другие, у тебя есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют свободно передвигаться, видеть, слышать или даже говорить, значит тебе не место в обычной школе и на дворовой спортплощадке. Герои книг, представленных в обзоре, докажут вам обратное. Они самые настоящие борцы за жизнь, с твердым и несгибаемым характером. А еще о неверные друзья, веселые затейники, с которыми точно не соскучишься. Кто из мальчишек в детстве не мечтал обзавестись личным самолетом, отправиться в космическое путешествие или объездить мир на мотоцикле? Герой книги «Самолет по имени Сережка» Владислава Крапивина, Ромка Смородкин, грезил полетами и дальними поездками. Но вся его жизнь – небольшая квартира, лестница в подъезде, спуститься по которой без посторонней помощи невозможно, и редкие прогулки по парку недалеко от дома. Ромка – инвалид и передвигается только с помощью специального кресла. Жизнь Ромки резко и стремительно меняется после знакомства с Сережкой. Сережка показывает Роме, что преграды в этой жизни мы строим себе сами, помогает новому знакомому поверить в себя и научиться жить полной жизнью, преодолевая невозможное. На страницах книги вы узнаете, почему не стоит проявлять излишнюю жалость к себе и как сила воли закаляет характер. Какую роль в жизни человека играет дружеская поддержка, влюбленность и насколько размытыми могут быть границы между нашими фантазиями и реальной жизнью. Если вы потеряли веру в себя, отчаялись встретить верного друга или устали от повседневности, то обязательно возьмите в руки книгу Владислава Крапивина «Самолет по имени Сережка». Еще одна повесть этого автора, которую точно стоит прочитать, называется «Та сторона, где ветер». Ген Козвягин никак не может перейти в шестой класс и за двойки по английскому, но не дается парню изучение языка. Ему ближе обычная забава советских мальчишек. Бесконечные игры на улице, ползание по крышам и запуск воздушных змеев. Однажды в небе появляется белый змей, который не отвечает на специальные сигналы, известные всем мальчишкам в округе. Оказалось, что змея запустил Владька – слепой мальчик, переехавший в этот город с отцом и вредной теткой. У Владьки своя особенная жизнь и старый чердак, оборудованный под метеорологическую станцию. Он отважный малый, много знает и хорошо чувствует ветер. Ему не хватает лишь одного – верного друга рядом. Познакомившись с Владькой, Генка осознает, что его проблемы с учебой совершенно мелочны по сравнению с Владькиной слепотой. Он проводит много времени с новым знакомым и каждый раз выносит для себя жизненные уроки. Оказывается, слепые люди бывают еще более приспособлены к жизни, чем зрячие. У них тоже есть мечты и планы на будущее, а еще несгибаемый характер. Что помогало Владьке верить в себя и не сдаваться? Как слепой парнишка стал своим среди чужих? Легко ли это после длительной слепоты обрести зрение и научиться жить по-новому? Читайте на страницах книги Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Это история о верной дружбе, силе духа и незначительности тех проблем, которым обычные люди придают большое значение. Молодой современный автор Михаил Самарский предлагает юным читателям взглянуть на проблемы слепоты от лица лабрадора Трессона. Трессон выучился в школе поводырей. Он умный и воспитанный пес, который всегда спешит на помощь тем, кому она необходима. В книге «Радуга для друга» подопечным собаки поводыря становится слепой мальчик Сашка, потерявший зрение в автокатастрофе. Возьмите в руки книгу и узнаете, сможет ли пес научить своего нового хозяина улыбаться и радоваться жизни. Если ваше сердце откликнется на историю о Трессоне, прочтите еще одну повесть Михаила Самарского «Формула добра». Вы узнаете о том, как пес поводырь присматривал за слепой старушкой и работал в детском саду. Канадская писательница Джин Литтл, которая сама страдает слепотой, поведала школьникам историю о неуклюжей девочке Анне Зольта, которая в начале 20 века уезжает из нацистской Германии в совершенно чужую для ее семьи страну – Канаду. В Канаде врачи приходят к выводу, что девочка имеет очень слабое зрение и отправляют ее учиться в специализированную школу. Как изменится жизнь нескладной Анны, которая долгое время имела статус гадкого утенка в своей семье? Сможет ли девочка взрослее обрести друзей и почувствовать себя такой же, как все? Читайте в диалогии Джин Литтл. Она включает в себя книги «Неуклюжая Анна» и «Слышишь пение?» Представьте себе, каково это быть ребенком с особыми потребностями. Точнее, когда тебя считают таковым, хотя на самом деле ты им не являешься. Ави недавно исполнилось 12. Он живет вместе с родителями и старшей сестрой Вии в Нью-Йорке. Родители с большой любовью относятся к сыну. Но в один прекрасный день решают, что пора бы ему становиться чуть более самостоятельным и отправляют учиться в школу. До этого мальчик находился на домашнем обучении из-за множественных патологий, которые изуродовали мальчишескую внешность. Первое время в школе дается Августу с большим трудом. Дети искосо смотрят, показывают пальцем, а кто-то даже считает заразным и боится дотронуться. Каждый из ребят рассказывает историю Ави так, как он видит ее со своей стороны. Получится ли у обычного мальчика с необычным лицом преодолеть трудности школьной жизни? Чем закончится первый учебный год в школе имени Бичера для каждого из героев? Узнайте, прочитав книгу Ракель Паласио «Чудо». Книга Аси Кравченко «Лучше лети» повествует об 11-летнем Мите, который живет мечтой стать изобретателем. У него есть цель – изобрести аппарат по передаче счастья, чтобы сделать всех людей на Земле счастливыми. Однако до этого мальчишке просто необходимо соорудить везде лед для своего друга Егора. Егор повредил позвоночник и теперь сидит в инвалидном кресле. Он веселый, неунывающий малый, готовый воплощать в жизнь самые невероятные затеи, поэтому ему срочно нужен везде лед. Как мальчишки станут зарабатывать деньги на изобретение? Чем обернется для Мити поиск работы и знакомство с девочкой Шушей? Оправдает ли себя построенный для Егора везде лед? Об этом вы узнаете из повести Аси Кравченко «Лучше лети». Если вас волнует вопрос, как живут дети, прикованные к инвалидному креслу, обязательно обратите внимание на эти книги. Повесть Инны Монаховой «Монолог» расскажет о 16-летней Тане, жизнь которой из-за автомобильной аварии разделилась на до и после. Девушке предстоит жить по-новому, ведь ее мечты о карьере фотомоделей и учебе в престижном вузе рухнули. Найдется ли рядом тот, кто поддержит и поможет преодолеть трудности? Книга Шерон Дрейпер «Привет, давай поговорим» о 10-летней Мелоди со страшным диагнозом «Детский церебральный паралич». Из-за своей болезни девочка не может самостоятельно передвигаться и не умеет говорить. Интеллект Мелоди совершенно сохранен, и она с радостью доказала бы это всем окружающим, если б могла произнести хотя бы слово. Настанет ли тот день, когда девочка получит возможность произнести первые в ее жизни слова? Будут ли эти слова понятны для окружающих? Прочитайте на страницах книги «Привет, давай поговорим». Для ребят постарше рекомендуем книгу Йена Стракана «Паренек в пузыре». 16-летний подросток Адам всю свою сознательную жизнь борется с тяжелым иммунодефицитом. Для него опасна любая незначительная инфекция. Юноше приходится жить в пластиковом пузыре, в котором есть только самое необходимое. Он не может находиться рядом и лично общаться даже с собственными родителями, и уж тем более с посторонними. Парень не знает, как это – ходить по траве, купаться в речке, нюхать цветы. Он лишен самых простых удовольствий – виде торта на день рождения или похода с друзьями в кино. Неожиданное знакомство с девушкой Энн переворачивает душу подростка. Энн сначала общается с Адамом только ради написания научной работы о его заболевании, но позже осознает, что влюбилась. Ей нравятся острые шутки паренька, его готовность открыто говорить о любых вещах и желание познать мир, расположенный вне пузыря. Смогут ли зародившиеся чувства помочь Адаму преодолеть болезнь? Как любовь может изменить мировоззрение человека? Стоит ли идти на необдуманные поступки ради любви? Читайте в книге Ена Стракана «Паренек в пузыре». Надеемся, познакомившись с книгами, представленными в обзоре, вы увидите, что дети с ограниченными возможностями здоровья, так же, как и мы, сталкиваются с жизненными проблемами. Однако трудности закаляют их характер, делают сильнее. Приглашаем в каковинку всех желающих прочитать самые искренние и трогательные истории о детях и подростках. Продолжение следует...